Привет всем! Какое-то время назад прочитал про эксперимент, любопытный. Эксперимент дал сразу два повода вспомнить Нила Постмана. Во-первых, автор-шоу, которое я сначала об этом прочитал, относится как раз к той категории блогеров на семейно-психологические темы, которая никогда не открывала никакой книжки про семейно-психологические темы. Человек не читал и не знает вообще ничего, совсем. Даже семейный кодекс. И вот это незнание, помноженное на активное поливание всего вокруг кислотой, в первую очередь мужчин, конечно же, дало всплеск популярности. Так что, скорее всего, это наша новая Радулова. Сплеск, конечно, будет недолгим, как и с Радуловой, потому что вечно эта тема не работает. Век такого блогера недолог. Но след в мозгах, особенно неокрепших мозгах, он оставляет, к сожалению. Так вот, первый момент, по которому мне вспомнился Нил Постман, собственно, у меня регулярно это приходит, когда я читаю очередную гениальную тему, высосанную из пальца. Вспоминая, как Нил Постман рассказывал про исследование последствий наличия телекамер в судах в Нью-Йорке. И там промелькивает фраза, что в процессе исследования они выяснили, что каждый третий человек, который имел опыт присяжного, то есть сам был присяжным, не знал, что человек является невиновным, пока не будет доказано обратное. Хотя это первая вещь, которую судья говорит присяжным. Вот тут примерно тот же случай. А вторая причина вспомнить Нила Постмана. Он знаменит тем, что он в свое время проводил такой растянутый во времени эксперимент, вставляя ссылку в угол, кому интересно, на оригинал. Поскольку он работал и крутился в научной среде, то он случайным людям сообщал какой-нибудь совершенно безумный факт, якобы только что доказанный наукой, новым исследованием. И ссылался на какой-то вымышленный источник, там, газету, журнал, там. И, так сказать, суммировал, как люди реагируют. Особенно интересна, конечно, была реакция людей, которые сами в науке работают. И печальный факт в том, что большая часть реакции на такие совершенно безумные, противоречащие всякому здравому смыслу сообщения, люди часто воспринимали со словами «да, я где-то подобное что-то слышал». И, подводя черту под этим экспериментом, Постман цитирует «нет идеи настолько глупой, что вы не сможете найти профессора, который в это поверит». Конец цитаты. Итак, о чем сенсационная новость блогерши? Именно в формулировке «я где-то читала», сейчас не помню где, но точно читала, сообщается о неком исследовании. Суть – якобы некая группа женщин в качестве эксперимента была проинструктирована всегда соглашаться с мужем. Цель была посмотреть, что будет с семейной ситуацией, с взаимоотношениями и как себя поведет муж. Ситуация, когда все его посылы принимаются и с ними соглашаются. Абсолютно все. В общем, если историю сокращать, то, как сообщает блогерша, кончилось все тем, что эксперимент пришлось прервать, потому что мужчины, которые были парами в этом эксперименте, они вышли из всех границ, потеряли берега и с ними стало просто невозможно находиться вместе. То есть все пары то ли развалились, то ли были на грани развала. На чем эксперимент закончился. Дело в том, что я совсем чуть-чуть касался этой темы, интересовался именно этим направлением. И подумал, что с вероятностью 99% это фейк, то есть либо это misquotation, неправильная цитата, либо это направленная дезинформация. То есть человек сознательно соврал. Возможно, не сам этот человек, возможно, кто-то когда-то где-то там что-то сознательно соврал, а человек теперь повторяет. Поэтому я немедленно задал вопрос, где ссылка на источник? Это якобы научное исследование, значит, должна быть какая-то публикация, ну хоть какая-нибудь. Хотя бы Wall Street Journal, там, Работница, Космо, ну хоть что-нибудь. Ответ был, не помню где, но точно видела. В принципе, и фиг бы с ним. Проблема в том, что прошла примерно неделя, и я увидел в совершенно другом уже блоге, с гораздо более серьезным автором, вроде как человеком, профессионально занимающимся психотерапией, ссылку на эту публикацию, как на факт, что типа вот было такое исследование, и вот оно к таким последствиям приводит. То есть смысл тот же, типа человек теряет все границы. Там сначала был такой вопрос, типа, значит, читателям, как вы думаете, чем это закончилось? Но поскольку читатели в большинстве уже неделю назад читали все это в другом блоге, то они знают, чем это закончилось, во-первых. А во-вторых, у них работает механизм проекции. То есть женщина ставит себя на место этого вымышленного мужчины и думает, что, наверное, она бы вышла из берегов. Да, наверное, мужчина вышел из берегов. Это их представление о мужчинах, усредненное. Вот эта вторая публикация меня уже просто расстроила, потому что я видел, откуда эта история всплыла. В этой новой заметке яда не было, но не было и ссылки на источник. А еще мне казалось, что профессиональный психолог должен был, скорее всего, когда-то интересоваться подобными экспериментами и знать о нем. Мне кажется, это настолько важная тема, что она должна была бы проходиться где-то в курсе психологии, в процессе получения высшего образования. И, скорее всего, результаты были бы другими. И я прямо написал в этом блоге, зачем вы повторяете за ангажированным и не очень умным человеком, который просто собирает скандалы, занимается монетизацией и мизандрией. Дайте, говорю, источник, раз вы тоже говорите, что вы где-то об этом слышали. Честно говоря, я был почти уверен, что источника не будет, потому что, скорее всего, я бы о нем знал, просто потому что немножко копал эту тему. Но мало ли, я же не знаю всех исследований, всех публикаций, все могло быть. Но ответ был столь же расстраивающий. То есть, типа, да, где-то видел, а где не помню, может быть, когда-нибудь ссылку и найду, но времени нет, в общем, ссылки нет. Ну что ж, раз мне тема интересна, а у тех, кто якобы ссылается на это исследование, времени нет, значит, надо поискать. Но я поискал. Искал и на русском, и на английском. На русском ничего нового, кроме закольцованных ссылок на одну и ту же скандальную публикацию, без всякого источника. А на английском мне с трудом, но попалось вот небольшое исследование. Ровно на эту тему. Ссылка на публикацию, смотрите в описании. В двух словах, в чем состоял эксперимент. Итак, у нас всего одна пара людей. Одна, подчеркиваю. И вторая пара, контрольная, так называемая. То есть, вот вам масштаб эксперимента. Два человека и два человека. И задача была дана. Мужу всегда соглашаться с женой. Что интересно, пара, которая участвовала в эксперименте, сначала была оценена по шкале общей удовлетворенности. Браком, отношениями, в общем. Индекс счастья некий был посчитан. И индекс счастья был у них довольно высоким. Честно, порядка семи по десятибальной шкале у мужчины, и, по-моему, восемь у женщины. Собственно, зачем нужно было делать эксперимент, в их случае, не очень понятно. Ну да ладно. Эксперимент действительно пришлось прервать, потому что мужчина начал сваливаться в очень серьезную депрессию. У женщины индекс счастья чуть-чуть вырос, там типа с восьми, по-моему, до восьми с половиной пунктов. У мужчины резко упал. Там что-то с семи, там до трех или даже ниже. Посмотрите график по ссылке. Плюс к этому женщина тоже сообщила о неком дискомфорте. Ей не нравилось, что ее уровень счастья постоянно мониторится. То есть, что есть некое постоянное вторжение, и, как сказать, за ее состоянием следят. Но это был скорее дискомфорт. Возможно ли такое, что вот эта новость о главной мизандристке ЖЖ на данный момент докатилась именно от этого исследования? Может быть. Хотя утверждать железно нельзя. В принципе, похоже на испочечный телефон, вполне. Тут могло быть и намеренное искажение информации, и неправильный перевод. И даже просто, что какой-нибудь студент писал какую-нибудь курсовую работу, ему нужно было подогнать какой-нибудь источник, и он его, так сказать, так кривенько стырил, подменив то, что нужно было подменить. Но если так, то это было очень любопытное искажение. Герои поменены на 180 градусов. Тут прямо вот Леви Стросса нужно вспомнить с его структуральным анализом. То есть, сами элементы и их расположение не имеют значения. Имеет значение только их взаиморасположение. По Леви Строссу, если, например, есть у нас некая деревня А, где женщины традиционно занимаются рыбной ловлей, а мужчины плетением корзинок. И заниматься не своим делом строжайше запрещается. Это табу. А в другой деревне, скажем, в 20 километрах, есть другое племя, которое родственное, естественно, этому племени. У них мужчины занимаются рыбной ловлей, а женщины плетением корзинок. И заниматься не своим делом тоже категорически запрещено. Так вот, согласно структурального анализа, эти две системы абсолютно одинаковы. И, скорее всего, происходит из общего корня. То есть, сами элементы разные, но отношения между ними одинаковые. А теперь, почему так получилось, что я этой темой раньше интересовался, и кое-что о ней знаю. Скажем так, есть два направления семейной терапии, которые сходятся к одной и той же точке. Терапия посвящена выстраиванию нормальных здоровых отношений в семье. Как правило, в семье, которая испытывает существенные проблемы во взаимоотношениях между мужчиной и женщиной. И, как бы, с обеих сторон этот заход, в общем-то, религиозный. Почему этих заходов два? Значит, на одном полюсе стоят священники. Ну, я в основном буду иметь в виду христианских священников. Которые, отталкиваясь от Библии, и потом уже, переходя к некоторым психологическим методикам, объясняют женщинам, как им правильно выбрать позицию для поведения в семье. Модус операнди. Чтобы семья в целом оздоровилась. И если очень сокращать и очень упрощать, то этот подход сводится к тому, что жена должна отойти на вторую позицию. Стать вторым человеком в семье и освободить первое место мужу. И если она это правильно сделает, то семью ожидает просто перерождение. Альтернативный заход – это когда заходят, наоборот, с психологических позиций сначала. Это, например, подход, который в том числе использует школа очарования женственности. И уже в процессе обсуждения некоторых психологических феноменов они начинают опираться и на религиозные тексты, и ссылаться на них, как на авторитет. Но приходят они в итоге в ту же точку, что жена должна выбрать вторую позицию себе, согласно традиционным установкам, дать мужу возможность быть главным, а самой как бы отойти на вторую позицию, на поддерживающую позицию. И опять говорится, что если женщина все это сделает правильно, то и мужчину, и семью в целом ожидает полное перерождение. И свидетельств в интернете достаточно много. Те, кто это действительно хорошо делают, у тех это получается. Почти буквально волшебство. Конечно, надо понимать, что у средней стандартной женщины испан-европейской цивилизации само только упоминание при ней вслух, что вы знаете, вот жене неплохо бы занимать вторую позицию, еще не дай бог при этом сослаться на какой-нибудь религиозный текст страшных патриархалов. Там женщины не люди, бьет, значит, любит, и так далее, и так далее. То есть одно только упоминание чего-то из этой сферы сразу вызывает реакцию, как у скунса. Сам факт, что такие женщины есть, которые хотя бы пытаются это делать, и еще хуже некоторые действительно делают, и у них получается. В лучшем случае воспринимается как гендерное предательство, а в худшем как откровенно поехавшая крыша, как человек, который вступает в садомазы отношения, и ему это нравится. То есть он просто вот, ну, чокнутый, долбанутый. Фишка в том, что эта схема, судя по всему, действительно работает, хотя эта схема очень непростая. Это не психологическая практика, это практика духовная. Это то единственное, на чем может быть сегодня построен брак. И она требует чудовищного усилия женщины над собой. В традиционном обществе был бы некий механизм вокруг, который помогал бы ей как-то, сдвигал ее в эту точку, помогал ей туда попасть, показывал бы, как это делается. В нашем обществе, кроме нее самой, никто этого сделать не может. То есть требуется такое вытягивание себя за волосы из болота, как у Мюнхгаузена. Задача сложнейшая, как примерно у мужчины в среднем возрасте. Масштаб похожий. В общем, женщина сама к себе начинает предъявлять духовные требования. Во-первых, сама к себе. Один из центральных постулатов очарования женственности. Другого человека менять нельзя. Менять можно только себя. То есть изменение семьи, и изменение мужа, и изменение детей начинается с того, что человек должен изменить себя. И только как следствие меняется окружение. Это очень серьезный тезис. Он противоречит почти всему, что говорится на тему популярной психологии сегодня. То есть методики там «попробуйте по отношению к мужу то, попробуйте это, нажмите туда, нажмите сюда» это все ерунда. Нажимать нужно на себя. И искать точки в себе, куда нажимать. Во-вторых, делать это нужно самостоятельно. Никакого тренера рядом нет. В-третьих, эта практика, конечно же, совершенно не состоит в том, чтобы все время соглашаться с мужем. Если женщина так понимает роль второго, ей можно не пробовать, ничего не получится. Эксперимент можно не начинать. Он обречен на провал. В английском для описания вот этого положения, отношения, жены в правильном браке используется слово «сабмиссив». Даже для людей, у которых родной язык английский, сабмиссив звучит очень многозначно. И понимать его можно несколькими способами. Уж тем более для людей, у которых это язык иностранный. Если в Ютубе набрать фразу «submissive wife experiment» или «one week as a submissive wife», то найдется целый список и лекций, и личных отчетов про разных людей, которые экспериментировали над собой, пытались круто поменять свой брак. И в лекциях женщины в том числе подробно объясняют, в чем состоит правильное понимание слова «сабмиссив», чтобы это принесло пользу для отношений, и неправильное. И это на самом деле очень тонкое понятие, оно, к счастью или к сожалению, духовное понятие. В чем, опять же, очарование женственности предостерегает, что то, что мы описываем, не есть техника. То есть механическое исполнение не поможет. И более того, может принести обратный эффект. Я однажды делал ролик про явление стены, как оно описывается в очаровании женственности. Смотрите ссылку в углу. Когда у мужа был достаточно обширный, продолжительный, печальный опыт проживания с женщиной, то если женщина вдруг ни с того ни с сего начинает резко вдруг к нему как-то быть особенно хорошо расположена, и там хвалить его, и соглашаться с ним, например, то у него может возникать обратный эффект. Отторжение. И для этого есть причины. Это не на пустом месте возникает. Эффект стены. И женщине, которая вступает на такой путь, нужно быть готовой к тому, что у нее займет какое-то время эту стену пробить. Особенно если браку уже много лет, и большая часть кирпичей в этой стене присутствует именно благодаря самой жене. То есть ей нужно разбирать плоды собственного труда. И в общем случае результат не гарантирован. Стена может быть настолько толстой, что ее не удастся уже разобрать за разумное время. Но главное, это не есть простое механическое согласие. Я думаю, вы все встречали примеры, когда женщина может словами сказать что-то одно, при этом всей своей невербаликой показывая прямо противоположное. И в том числе интонацией. Так работает ирония, так работает сарказм. Бывает это очень тонко, то есть ты даже не понимаешь точно, есть сарказм или нет. Можно сказать «Да, конечно», а можно «Да, конечно». Иногда одна мимика чего стоит. Четвертый момент, что эта техника конкретно, сабмишн, предписывается именно женщине, а не мужчине. В рамках традиционной схемы отношений, мужчина и женщина не одинаковы. Я знаю, это звучит чудовищно по современным меркам, но вот то, что нормально для одного, ненормально для другого. И поэтому неудивительно, что когда мужчина начинает соглашаться и подчиняться, то результат будет несколько другим, чем когда бы женщина соглашалась и подчинялась. Женщины, которые действительно осваивают эту технику, эту практику, именно как духовную практику, они есть, и их очень мало. По большому счету, это бриллианты нашего общества, которых можно посчитать по пальцам, наверное. Понятно, почему средняя психоблогерша хочет закопать их, буквально засыпать дерьмом. В том числе, вполне осознанно оболгав. Но мне за них обидно, и хочется их поддержать. Мне кажется, если у брака в 21 веке есть хоть какая-то надежда, то она кроется именно в этих женщинах. Жаль, что многие из них приходят к этому очень поздно и тоже рвут на себе волосы, почему мне никто этого не рассказал в школе, в институте и так далее. Почему моя мама мне это не рассказала, почему моя бабушка мне не рассказала. Как они могли столько поколений неправильно жить и ничего с этим не делать. Где была церковь? Где все эти государственники, якобы родители традиционных ценностей? Зачем они через законы вкладывают в руки женщин все более и более смертоносное оружие? Увы, но в наше время построить женщину может только она сама. С одной стороны это означает полную добровольность, с другой стороны это означает, что скорее всего это будет сделано с неким опозданием, достаточно тяжело, и женщин, у которых это получится, будет мало. Настолько мало, что я бы не стал советовать всерьез ожидать того, что у вас получится встретить именно такую женщину. Эта вероятность, которая имеет смысл сохранять где-то, скажем, в уголке сознания, имеет смысл узнать некоторые признаки, но в целом шансы ничтожны. Например, такая женщина никогда не спутает подчинение с постоянным соглашательством. Так что увидите упоминание такого исследования в кавычках, требуйте ссылку, скорее всего вам и не дадут. А женщинам, которые вступают на этот непростой путь, удачи от всей души. Всем пока, счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok